Классификаторы запроса Выглядят они примерно так, вводите префиксы некоторые, вам показывают те запросы, которые, как считается, чаще всего с таким префиксом пользователю показываются. Соответственно, вообще подсказки могут быть совершенно разных видов. Например, на Википедии показываются не запросы, а те объекты, которые здесь можно найти. То есть уже не по запросам, а по объектам подсказки. На кинопоиске, например, есть разные разделы в своих подсказках. По категории, можно сказать, по фильмам, по именам и так далее. Соответственно, все это тоже можно сделать. Подсказки на Озон.ру. Здесь подсказываются разделы, в которых можно это находить. Где-то есть прям товары, то есть выдача прям в этих подсказках. И так далее. На том же Яндекс.Маркете в качестве подсказок выдаются, опять же, объекты, которые можно здесь купить. Не запросы, которые вот вводят чаще всего объекты, самые популярные, соответствующие. Бывает несколько типов таких подсказок в поисковых. Первый тип — это префиксы на дополнение. В этом случае все запросы, которые у нас здесь находятся, они являются продолжением, продолжением того префикса, который мы здесь ввели. Второй тип запросов — это когда мы в качестве подсказок выдаем те запросы, которые содержат вот этот вот введенный префикс. Он может быть совершенно не на первой позиции. Как, например, вот «кино смотри», да, ввели слово «смотреть», а выдалось «кино смотреть». Поэтому, собственно, мы с вами поговорим о том, как реализовать вот это и как реализовать вот это полнотекстовое дополнение. Собственно, префиксное дополнение реализуется довольно просто. Мы должны иметь запросы, должны иметь вес этих запросов в качестве весов запроса, что мы будем брать, чтобы потом ранжировать, что самое очевидное можно взять. Просто количество запросов. Да, да, его частотность. То есть мы хотим, чтобы у нас в начале шли самые частотные запросы с соответствующим префиксом, да. Поэтому мы берем, собираем статистику за какой-то промежуток времени, там, опять же, за год, за сколько угодно хотим, и сортируем все запросы просто в лексико-графическом порядке. Получаем такой здоровый сортированный список. Каждый запрос содержит некоторое число. И дальше мы по этому списку довольно легко, имея префикс, можем делать поиск. Как по сортированному списку быстро найти, имея префикс? А как искать-то? Бор хорошо, но проще есть, а? Проще, проще. Господи. Давайте все переберем. Нет, такие простые вопросы. Бинарный поиск. Наконец-то, конечно, бинарный поиск. Если у вас есть сортированный массив, вам нужен этот элемент, это бинарный поиск. Что вы придумываете? Все клево, конечно, все эти префиксные деревья. Сейчас мы до них дойдем. Самый примитивный алгоритм, у вас есть сортированный массив строк, вы вводите свой префикс и ищите просто бинарным поиском залог N, собственно, тот элемент, который нужен. После того, как вы нашли, у вас есть только префикс, а вы нашли множество запросов с этим префиксом, да, вам нужно дальше взять эти запросы и отсортировать по весу их. Ну, и вы уже в качестве ответа. Пример следующий. Вот у нас есть наши запросы, у них есть веса, начиная там лексикографически, они отсортированы. Мы вводим префикс S. Быстро бинарным поиском мы находим, собственно, те запросы, которые начинаются с S. Берем это множество этих запросов, дальше сортируем их по весу, получаем ответ, да, то есть наша выдача тех поисковых подсказок, которые нужно показать пользователю. Окей, способ понятный, простой, да, как его реализовать? Почти очевидный. Замечательно, почти очевидный способ. Чуть более, да, собственно, плюсы от него, что он вообще простой, довольно большая скорость, лог-н. Проблема только в том, что вот если вы хотите искать перестановку слов, то так вы найти уже не сможете. Почему скорость лог-н? Потому что сортировку делать надо. Нет, сортировку, ты вы что делаете? А, сортировку какую? Вот эту вот? Ну, вы считаете? Нет, нет, нет. Это прям подсчет. Он прав, что сортировку нужно делать из тех запросов, которые вы уже нашли, не вот этого всего списка, сортировать не по строкам, а по вот этим весам, да? А, ну это же от мало. Вот, но вот этот размер просто считаем, что он значительно меньше, чем размер всего вот этого. Сортировкой сортировать по... Ну, нет, нет, нет. Нет, у вас сортированная лексикографическая. Все равно будет у одной строк. У тебя бинт пояса отвалится. Конечно, если вы будете сортировать вот здесь вот не по строкам, а как-то вот еще по вот этим весам, у вас все, наверное, поиск сломается, там вам уже нужно будет искать как-то по-другому. Соответственно, если вы здесь лексикографическое сортировали, то, соответственно, вам дальше нужно будет присортировать эти значения по весам. Ну, если, опять же, мы считаем, что вот это вот значительно меньше, чем все, то тогда OATN. Если оно какого-то такого порядка, то да, еще, соответственно, вот эта сортировка. Какая самая диссертсортировка? Ну, какая-нибудь. Которая зону долгое пополняется. А быстрее можно? Можно. Как? Быстрее. Ну, в среднем. Ну, нет смысля, я к тому, что… Стоп. Ну, что хотим сортировать? Ну, вот это вот потом сортировать нужно. Ну, если писать плохо, просто можно как-нибудь подсчет ввести, то, что нам важно же не очень точное значение. Два знака после запятой умножим, тогда подсчет нам золотым будет. Ну, а кроме подсчета… Зачем быстрее уже куда? В чем быстрее? Нет, ты тут как-то это обрезаешь два знака. Ну, всего два знака. Ну, я ответ вам говорить не буду, ладно. На собеседование придете, тогда расскажете. Квиксорт придется. Ну, вот. Ну, квиксорт, да, но оно вот N log N. Ну, подсчет уже золотой работает. Зачем быстрее? Ну, правильно. Вы тут эти дробные числа хотите сортировать. Да. Есть более правильный анкрытм для дробных чисел. А, ну как? Ну, отвертится на языке, да. Хорошо. Значит, теперь у нас задача более сложная. Теперь у нас мы должны показывать подсказки с полнотекстовым дополнением. Да? То есть у нас все… Весь запрос – это последовательность каких-то слов. И мы должны подсказать подсказку, которая, собственно, состоит из вот этих слов. Ну, потом, собственно, сортировать еще эти подсказки уже в зависимости не только от веса, а еще от позиции тех слов, которые мы нашли в них. Пример, как это выглядит. Вот у нас есть префикс – смотр, опять же. У нас есть сколько-то подсказок. Кино смотреть, смотреть премьеру и так далее. Новинки кино смотреть. Вот это все мы сначала сортируем по порядку слов. То есть вначале у нас все-таки должны быть те, которые начинаются с этого. А потом уже сортируем внутренних, сортируем по весу. Здесь понятно все, да? Здесь ничего сложного нет. Теперь, собственно, посмотрим, как эту задачу решать. Для этого формально сделаем некоторую постановку задачи. Что мы, собственно, хотим найти? У нас есть некоторое множество Q. Это множество запросов, которые нам известны, для которых мы знаем частоты. У нас есть некоторый запрос, который мы будем рассматривать как набор префиксов. Вот этот P. То есть у нас не просто полноценные слова. У нас есть набор префиксов. Каждый из этих слов может являться префиксом. Ну, типа там V, V, P. Это значит, надо полностью найти прям Владимир Владимирович Путин. Понятно. Каждое слово, каждая буква, каждое слово, в общем-то, это префикс. И, собственно, нам нужно найти те запросы, сортировать их, собственно, по их весу, в которых будут присутствовать слова, начинающиеся, собственно, на эти префиксы. Как это сделать? Вопрос к вам, как это сделать? Там у нас было простое решение. Используем сортированный массив, делаем бинарный поиск. Что здесь будем делать? Прошли… Значит, сделаем мини-инфо-поиск. Мини-инфо-поиск, отлично. Вы прошли уже курс инфо-поиска, поэтому вы прям знаете… Були, нет, не були в поиске, что они посложнее с буревым поиском. Значит, начало правильное. Если у вас полнотекстовый поиск, значит, вам нужно принимать те механизмы, которые вы уже знаете. Совершенно верно. Это индекс, обратный индекс, прямой индекс. Правильно? Поэтому делать будем следующее. Во-первых, сделаем прямой индекс. Прямой индекс – это у нас что? Это у нас, собственно, одичники некоторых наших документов. Это, собственно, текст наших документов. Это запросы. Да, сам по себе запрос – это тело документа. И некоторый вес его. Вот то, что находится в прямом индексе. Что будет находиться в обратном индексе? Ну, получается, на упражнение слов в запросах на одичники. Совершенно верно. Для каждого терма из этих запросов у нас получается есть цепочка с документами, в которых содержится этот запрос. Документы – это запрос. Да? Цепочка, собственно, этих запросов, в которых есть это слово. Таким образом у нас получается некоторый такой обратный индекс. И все было бы хорошо. Да? То есть мы дальше можем уже делать нормальный полноценный поиск по этим словам, если бы не одно «но». Какое? В чем проблема-то остается? Кажется, мы уже все можем искать. Ввели нам запрос, мы взяли, нашли. Ну, еще там можно ошибиться в ползапроса. Где в ползапроса? Ну, на половину ввести слова и сделать ошибки. Сейчас, подожди, про ошибки потом. Давай, без ошибок вводится. Вводится вот это вот. Смотри, ввели три слова, вот это, вот это, вот это. Хоп, мы нашли эти документы, нашли их там, пересечения, получили те запросы, которые эти три слова содержат. Все хорошо. Да. В чем подвох? Поняток слов. Не, ну, поменял, парень, ну, там, ты уже сам определишь, в каком порядке они идут. Ну, можно часто на ночи этот обратный индекс обновлять? Нет, ну, как бы, ну, действенно. Как, что такое часто, там, если каждую минуту, то это отдельная задача. Если каждый день, ну, один раз варил, все-таки, как бы, и вот тебе его обновил. Задача, что-то мы какую решаем? Мы поисковые подсказки делаем, да? Да. Что такое поисковые подсказки? Как они выглядят? Ну, в виде готовых запросов. Не, 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 ты как вводишь-то эти? Когда они тебе показываются? Когда ты начинаешь вводить. Когда ты начинаешь вводить, совершенно верно. Когда ты начинаешь вводить, ты полное слово еще не ввел. Вот, когда у тебя есть три готовых слова, найти нужные запросы, проблем нет. А когда он тебя ввел там Amor, потом Be, и все. Что дальше? Да, они уже ассортированы, и снова Borg, Borg, Borg. И снова Borg, Borg. Замечательно. И у нас, получается, вроде как проблема. С одной стороны, у нас есть обратный индекс, с которым есть, собственно, вот эти цепочки, да? С другой стороны, у нас есть только префиксы. А мы по этим префиксам должны находить, собственно, те слова, которые начинаются на этот префикс, да? У нас же тут много слов, может быть, вот это бене, бенефико, там, да? Их много слов, может быть. И здесь, как правильно человек мне все подсказывает, нужен Borg, да? В прошлый раз я вам, опять же, напоминал, что такое Borg, префиксное дерево, как он устроится, как по нему ищется. Замечательно. Теперь мы все наши слова, все наши термы можем поместить в такой Borg. И на концах, собственно, у нас будет, собственно, вот эта цепочка, да? Замечательно. Вот у нас целый бор. На концах у нас вот эти цепочки. Вот теперь у нас вводится такой запрос Omnia V. Мы по Omnia совершенно просто в этом боре доходим до листа, получаем вот эту цепочку соответствующую. Теперь по V. По V нам мы до конца до листа не дойдем. Мы доходим до некоторого узла. Дальше из этого узла у нас идет несколько путей. Они все нам подходят, да? Мы, в принципе, вот эти все эти слова нам подходят, потому что они все имеют префикс такой V. Соответственно, вот эти вот все листья, которые начинаются на V, тоже содержат цепочки. Что мы дальше с ними должны сделать? Так вот эти все слова нам подходят. Мы все эти цепочки по V должны объединить, да? Здесь у нас что такое цепочки? Это цепочки запросов, в которых есть слова, начинающиеся на V. Соответственно, мы должны объединить, получим такую большую длинную цепочку, в которой все запросы, в которых есть слова, начинающиеся на V. Правильно? У того, из них самые частоты. Подожди, подожди, не спешите. Значит, сначала мы объединили вот эти вот цепочки, которые имеют общий префикс. А теперь у нас есть два слова, умнее и V. У умнее свои цепочки, у V свои вот эти цепочки. А теперь мы их пересекаем, совершенно верно. В итоге у нас ставится вот этот третий, пятый. Это тот, который содержится и здесь, и здесь. То есть он с одной стороны содержит слово умнее, с другой стороны содержит слово начинающиеся на V. Дальше имеем вот эти документы, третий, пятый, это некоторые ID-шники. Идем в прямой индекс, вот он третий, вот он пятый, вот тут, собственно, их тексты. Вот их веса. Берем эти веса и сортируем там уже по весам. Получаем некоторую выдачу. Ее отдаем в качестве результата. Понятно? Отлично. Опять, вроде бы чуть посложнее, но так, ничего сложного. Какие проблемы могут возникнуть? Проблема скорости. Первая проблема связана с тем, что нам нужно объединять списки. Вот там я показывал V, да, у V было всего там два на этом модельном примере. Вообще вы вводите первую букву, букву A ввели. И сколько у нас есть вот таких слов, которые начинаются на букву A? Да, их много. То есть у вас получится много слов, много, соответственно, списков. Даже если их тысяча, то вам нужно онлайн, онлайн взять, вот, просить до буквы A, дойтись до конца всех этих тысяч там слов и объединить все эти, все эти списки. Это медленность. Ну, может быть, хранить... Ну, может быть, каким-то образом хранить только те запросы, которые набирают максимальную частотность, искать хранить? Ну, порога, я бы. То есть, если, скажем, я вводили меньше десяти раз, я не буду добавлять? Сейчас, ну, вот ввели букву A еще раз. Вот ввели букву A. Что, как ты предлагаешь? Ты идешь в свой бор? Если есть скидки, а уменьшить тебе за час? Ну, тогда ты просто сильно полноту сократишь. Да, ты можешь, конечно, свою базу сократить настолько, что у тебя будет таких 10 запросов, как бы, ну, и она никому не нужна будет. Тут, наоборот, мы боремся за то, чтобы у нас полнота была максимальная, потому что, когда человек видит свой нужный запрос в сажистах, это ему сильно помогает, то, что он хочет ввести, да, он его прям выбирает. И для нас это тоже хорошо, потому что запрос в сажистах, тот запрос, который уже вводили, там есть поведенческая информация, значит, ранжирование по нему лучше идет. Поэтому нам выгодно, чтобы человек выбирал запрос из сажистов. Сейчас, ну, если нам нужно из каких-то маленьких, ну, то есть, с буквы, из бигра, в бигра, мы можем их кэшировать, то есть, в один раз посчитаем. Да, да, кэшировать, да, но тут, как бы, весь вопрос, до скольки тебе нужно кэшировать, сколько это займет. В целом, как бы, в общем-то, вариант правильный, вариант хороший. Но в целом у нас, видите, как это получается противоречие. Обычно, чем длиннее запрос, тем сложнее. А у нас здесь получается одна буква, и это самый проблемный запрос для нас. Самый короткий, самый проблемный запрос для нас. Самое очевидное решение какое? Кэшировать это ок, да. Оно похоже на кэширование, на самом деле. Что можно сделать, чтобы быстро было? Вот в кэшировании есть два варианта, на самом деле, если вы не задумывались. Есть кэширование, которое по горячим запросам работает. Один раз мы долго-долго объединяли, 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 объединили, запомнили это, да? И предрасчет, да? Вот мы можем для всех листьев просто прочитать эти объединенные списки, не листья, а для всех узлов. И просто сохранить эти объединенные цепочки уже во всех листьях, во всех этих узлах. Кажется, что это сильно много занимает, правда? Плохо как-то. Сильно много занимает. В принципе, мы тоже изначально так подумали, что это будет сильно много занимать. Когда почитали, оказалось, что это не сильно много занимает. Дальше там, по-моему, цифры приведу. Там для 20 миллионов запросов получается 5 гигабайт памяти. Это немного. Когда у вас на сервере под сотню, а то и больше гигабайт памяти, это совершенно немного. Поэтому первый вариант. Опять же, если у вас не хватает памяти, если у вас там сильно много этого способа не подходит, как правильно говорить, делайте кэш, который уже объединяет это дело. Хорошо. Собственно, получаем такой некоторый try, в котором у нас теперь в каждом узле есть объединенные списки. Вот если здесь у нас был первый-второй документ, здесь первый-второй документ, здесь мы вот объединили. Вон они объединенные. И дальше теперь мама мыла раму. У нас теперь, естественно, если есть запрос, это мама мы, мы совершенно спокойно идем и ищем мама 1-2, мы сколько там 1-2, и потом их объединяем. Вот эти два списка. Получаем, собственно, 1-2. Все просто. Ну да, вот, собственно, размер структуры 5,5 гигабайт, получается, в таком случае. Следующая проблема. Вот мы даже их объединили, сохранили, все избыточную такую информацию сохранили. Теперь, когда мы находим вот эти вот объединенные списки, нам нужно их пересечь. Первая проблема — пересечение больших списков. Вторая проблема с этим же связана. После того, как мы пересекли, нам нужно отранжировать. Нам уже по весу нужно отранжировать. То есть нужно опять же отсортировать. И в общем случае у нас и там, и там могут быть большие списки. Те же, даже если мы вводим одну букву, вот какую-нибудь там А там ввели, вот у нас уже получается большой список, который опять же нужно отсортировать. Две буквы ввели, нам еще надо пересечь, потом отсортировать. Как быть? Что делать? Как решить такую простую задачу? Классно. Вы будете перебирать все пары, вот когда они вот эта буква с вот этой буквы, да, объединили там. То есть вам же нужно объединять вот эти ноды, где они тут у нас. Вот. Мы дошли до этой ноды, дошли до этой ноды. Их надо пересечь. Вы будете все пары вот так вот хранить пересечения. Каждая с каждым. Где, где, где? Где вы завод Атент будете пересекать? Если у меня все отсортировано, то я завод Атент пересекаю. В каком месте я говорю, что у вас все отсортировано? Вот там написано 1, 2, а не 2, 1. Адишники отсортированы? Отлично. Отсортировано по ID. Что это значит? По ID перебираешь и слиянием. Ну окей, по ID перебираешь, слиянием, а аранжируешь? Там ты уже на лазерах. Ну правильно, собственно, эту логику заметили, что если у вас списки отсортированы, только не по ID, а по, собственно, весу, который нужен, вы можете уже дальше совершенно спокойно их и объединить, и пересечь. А объединить как? Ну, вы когда их, это самое, даете майдишники, вы их даете уже так, как в отсортированном порядке. Вот и все. Соответственно, решение, в принципе, у этих двух, это, собственно, отсортировать. И когда мы уже выбираем топ, нам уже, собственно, нужно будет не все, а там первые к элементов. Сколько нам нужно там? Десять, там, может, там, может, больше нам нужно, да? Все там, если их будет тысячи, нам не нужно все их тысячи брать. Окей. Списки чего, получается, циркированные по… Запросов. В чем сомнение? Мне очень понятно. То есть вместо порядочности по индексу у нас получается… А, мы делаем нумерацию запросов по их… Весу. Да. То есть ты легко теперь объединяешься, пересекаешься в списке, и они те уже получаются отранжированы. Причем в момент пересечения тебе уже их… не нужно ранжировать, и тебе не нужно даже пересекать их до конца. Тебе нужно пересечь, пока ты не получишь к нужных элементов тебе, да? Вот сколько ты их берешь, там, 10 элементов, например, пересек, получил 10 элементов, все. И параллельно ты можешь, если у тебя там не два слова, там, пять слов, десять слов, соответственно, параллельно все эти 10 списков можешь совершенно спокойно пересечь сортированных. Это быстро, пока ты, собственно, дойдешь до каторых элементов, все, у тебя уже все есть. Это прям довольно быстро в каждом списке перейти к нужному элементу, да? Особенно если мы идем по самому короткому. Так же, как в поиске, вы когда по нескольким словам находите в обратном индексе цепочки, вы сначала начнете по самому короткому, пересекая все эти цепочки. Я, кстати, не знаю, у вас балка, это когда Машка лучше. В обратном индексе что-нибудь искали? Делали свой обратный индекс? Вот у вас несколько слов, когда приходят, вы же пересекали эти цепочки? То же самое, сортированные цепочки, да, пересекаете. Их несколько, ну, замечательно. В ранжировании. Кроме того, что вы должны учитывать вес, вы должны еще учитывать порядок слов, пропуски между словами и все вот эти вот недонабранные хвост и так далее. То есть кроме веса, который вы здесь учитываете, еще могут учитываться всякие другие факторы. Могут учитываться еще гео, может учитываться еще персонализация всякая, например, история запросов пользователя и так далее. Все, что вообще можно сюда принести в ранжировании, можно сюда принести. Если вы увидели там в гугле, например, в зависимости от предыдущего вашего запроса, у вас саженства могут быть разные. Замечали, что саженства у вас разные в зависимости от ваших запросов предыдущих? Ну да, да, замечательно. Ну и кроме того, что там в принципе есть история запросов. То запрос, который до этого один. Вот, а если это тоже сюда можно это сделать. Дальше, как вы уже говорили, что в запросах могут быть опечатки. В запросах, которые, во-первых, мы собираем, означает, что мы не должны собрать запросы с опечатками, мы их не должны подсказывать. Но человек, когда вводит свой запрос, он вводит ВКонтакте через А. Это же, что означает, что мы ему должны подсказать такой же запрос с ошибкой? Вроде бы нет, мы не должны подсказать запрос с ошибкой. Вдруг, если не подсказывать ничего, мы тоже не должны. Означает, что мы должны показать запросы с исправленной ошибкой. запросу вконтакте мы должны везде показать вконтакте отлично как это сделать как это сделать онлайн как бы за отправлять запросы в этот спалшекер это сложно долго когда вы собираете статистику вы уже знаете как на конкретный запрос отработал спалшекер ну не статистику когда вы собираетесь запросы вот вы же собираете запрос к раздал пользователя вы значит полшекер его исправил так и собирать его что вот этот запрос он исправляется в такой-то запрос не то что мы почти вы в бор фактически добавлять этот у нас какой-то красивый бор вот вы в бор добавите вот у вас есть слова с ошибкой какой-то а вы знаете что на справляется хоть вот это слово вы вот здесь вот добавите ссылку вот сюда ну не прямо на его на него как бы на него добавить чтобы вы подсказывали именно запросы которые с вот этим словом исправленным содержится и вас будет показывать что же исправить слова то есть такие фактически ссылки ну или аляс там скажем так для слов с ошибками куда они должны вести вот примерно такая история делается конечно для запросов целиком они для отдельного конкретного слова вот это первая значит история с тем как как можно улучшать поисковые подсказки вторая вещь это авто дополнение так как все равно запроса сколько бы много запросов мы не взяли там миллионы сотни миллионов все равно вот человек будет вводить запросы низкочастотные обычно это длинные запросы и такие запросы которых никогда раньше кто не вводил в этот поиск так как дополнять если к нему ничего не дополнять то соответственно у нас не будет никаких поисковых подсказок ну опять же все просто человеку мы ничего не подскажем и выберет этот запрос что можно сделать можно посмотреть на последние слова в этом запросе понять что они довольно такие типичные то есть у нас есть такое довольно стандартное предложение у этого запроса таким образом вот что у нас там смотрите он он до обвели смотрите он очевидно что хотят дополнить смотреть онлайн поэтому хоть целиком запроса никогда не водился мы можем запоминать статистику по вот таким вот словам они граммом 2 граммом и программом не потом смотреть на n предыдущих слов смотреть какая у нас статистика если у нас есть такая н грамма которая вот прям очень частотная частоте чем все ее соседи ее подсказывать целиком запрос может быть ну совершенно бредовые на самом деле если мы прям плохо как бы подсказали конечно но здесь вот изначально человек подел до бредовый запрос поняла что хочу водил то и получил к его вот но в целом довольно большом проценте случаев там угадываешь вполне себе адекватно ровно потому что мы смотрим на несколько слов назад они как правило форсизу то что человек хочет впереди добавить если не угадали в конце концов ну не так страшно человек просто не будет этого выводить он там ведет сам руками в конце концов то что ему нужно окей правда дополнение поговорили теперь следующая система следующая тема называется переформулировки запроса что такое переформулировки запроса в разных системах они либо более заметны либо менее заметно если просто на вебе то это где-то внизу выдачу тут написано также ищут например в картинках это более заметно в картинках там прям над всем поиском картинках стоит вот эти переформировки принципе то и у нас у яндекс там у всех в картинках переформировки более явно так выделяются до вебе они так чуть спрятаны там их мало кликают в целом система довольно прикольная вы фактически знаете какие запросы вводят после этого запроса кому обычно в среднем естественно это нужно найти например грозный можем дальше переформулировать уточнять что грозный грозный чечня иван грозный терек вообще как бы может быть один не содержать другой запрос это не значит что мы только дополняем чем-то какими-то другими словами соответственно у нас опять же есть данные у нас есть логи запросов а это означает что мы для конкретного для каждого пользователя знаем что вот он вел сначала один запрос потом его второй запрос вот эти пары мы фактически можем как-то сохранять анализировать если один запрос вели после другого действительно они когда связаны между собой или не связаны кроме того для многих редких запросов у нас статистике мало это опять же естественно тогда мы можем делать перфимировки путем замены части запроса например изготовление кислородного коктейля вот такой запрос вели мы знаем что слово изготовление можно менять на рецепт либо оборудование для либо печати вот где-то мы собрали такие перфимировки для одного слова из других запросов и дальше мы должны понять вот оборудование для кислородного коктейля можем изготовления сменить на оборудование можем получается оборудование адекватно получается да если мы заменим изготовление на печать получается уже бред какой то естественно вот это вот годная перфимировка а вот это то на что мы менять не должны. Понятно? Отлично. Дальше рассмотрим, собственно, как это делать. Теперь вернемся, собственно, к запросам полноценным целиком. Рассмотрим два запроса. Вот это Q1, это Q2. И будем считать, что запрос Q2 зависит от Q1. Вот если он зависит, то вот эта пара устойчивая является перформировкой. Понятно, да? То есть математически сейчас будем это дело определять. Как определить, зависит ли один запрос Q2 от Q1? Определим это с помощью как? С помощью функции правдоподобия. Для этого мы, собственно, определим следующие вещи. Пусть N это у нас будет общее число запросов. C1, собственно, сколько мы совершали первый запрос, C2, сколько раз мы совершали второй запрос. Дальше C1, 2, количество появления вот такой пары. То есть когда Q2 шел после Q1. Это все легко посчитать. Да, если у нас есть просто лог запросов, мы берем и смотрим, сколько раз Q2 шел за Q1, сколько раз, в принципе, мы встречали Q2 и Q1. Дальше. Значит, Q2 шел после Q1, это C1, 2. Любой запрос, кроме Q1, после которого был Q2, как посчитать? Это C2 минус C1, 2. Если после Q1 шел какой-то любой запрос, кроме Q2, это, собственно, C1 минус C1, 2. Ну и, собственно, последнее, не Q1 и не Q2, это тоже довольно легко считается. N минус C1 минус C2 и плюс C1, 2. Понятно, почему плюс, да? Потому что два раза вышли там, где они встречаются вместе. Теперь мы, собственно, записываем функцию правдоподобия. Функция правдоподобия пишется следующим образом. Мы при произведении вероятности всех всевозможных состояний. Когда у нас, собственно, есть Q2 при условии Q1, когда у нас есть запрос Q2 при условии любого другого запроса не Q1, ну и так далее. В степени, собственно, их вот это вот количество. Это количество все мы знаем. Теперь у нас есть первая гипотеза. Первая гипотеза заключается в том, что запросы независимы. Если запросы независимы, чему у нас будут равны эти вероятности? Во-первых, у нас вероятность появления запроса Q2 при условии Q1 будет такая же, как вероятность появления запроса Q2 при условии любого другого запроса, да? И она равна будет просто некоторому P. Как это P посчитать? Считается он довольно легко. Мы должны просто взять число C2 и разделить на общее число запросов. То есть это просто вероятность того, что у нас появится запрос Q2. От Q1 фактически не зависит. Тогда вероятность появления не Q2 запроса при Q1 и, собственно, не при Q1, это просто единица минус P. Таким образом, все вероятности, которые есть вот в этой формуле правдоподобия, мы для первой гипотезы знаем. Вот все вот эти четыре вероятности мы здесь расписали. Это равно это равно P, это равно это равно единице минус P. Теперь вторая гипотеза. Что будет, если они зависимы между собой? Это означает, что вот эта вероятность не равна вот этой вероятности. Так? Чему будет теперь равна вероятность P1? Вероятность появления запроса Q2 при условии Q1. Это будет вероятность C1,2 делена на C1. Да? Соответственно, P2 вот такая. Мы должны из C2 вычесть C1,2. Сколько раз встречали только Q2 без Q1. И, собственно, разделить на количество всего запросов без Q1. Дальше обратно, естественно, вот эти вот величины вероятности. Это просто единица минус P1, единица минус P2. Таким образом, опять четыре вероятности мы вычислили. Понятно? Мы записали функцию правдоподобия, там было четыре вероятности. Для двух разных гипотез мы посчитали все эти вероятности. Что мы должны дальше сделать? Кто знает теорию вероятности? Никто. Функция правдоподобия первого слышите, я так понял. Да нет, да нет. Второй раз, хорошо. Теперь мы вычитаем вот этот вот LLR. Берем отношение двух функций правдоподобия, берем от них логарифм, да? И, соответственно, получаем, если раскрыть все скобки, я тут уже не буду раскрывать, но фактически получается вот такое вот значение. Вот эта вот функция L, это вот такая вот функция. Туда можно вот эти параметры подставлять. Важно здесь что? Важно здесь то, что все вот эти значения мы знаем. Все вот эти P, C1, C2 мы посчитали из лога. А это значит, что для двух любых запросов мы моментально по этой формуле вычитываем вот этот LLR. Собственно, чем больше он, тем больше вероятность того, что Q1 и Q2 зависимы. Чем меньше, тем, соответственно, меньше вероятность. Дальше мы можем выбрать некоторый порог, по которому будем считать, что Q1 и Q2 у нас зависимы. Или, соответственно, независимы. Теперь, что касается проблем. Вот есть запросы частотные. Просто они часто вводятся, там, типа ВКонтакте, Одноклассники, там, какой-нибудь Google, Яндекс, там, не знаю, все что угодно. Таким образом, для многих редких запросов перформировкой может стать какой-то частотный запрос, потому что он часто появляется после этих запросов. Такой шум получается. Самое простое, как из него можно избавиться, это просто считать, что перформировки, они менее частотные, чем сам оригинальный запрос. Тогда просто вот эти вот самые частотные, они не будут являться перформировкой у нечастотных запросов. Как решить проблему, если у нас запрос низкочастотный, мы хотим перформировать только часть запроса? Для этого мы делим запрос на части. И, собственно, рассчитываем между ними связанность. Вот у нас простой запрос, есть карта Ростовской области. Какие здесь части связаны? Может быть, связана часть карты Ростовской, а области отдельно. Но кажется, что это не так. Если вы выделите отдельно карту, отдельно Ростовской области, то это будет более адекватно. Может быть, все три слова слабо связаны, и у нас просто нужно отдельно все слова выделять. Как вычитать вот эту вот связанность? Для этого мы считаем функцию, которая называется PMI, Point Vice Mission Information. Слышали о такой функции? Слышали, вы слышали. Отлично. Здесь мы считаем фактически отношение вероятности того, что эти два события будут вместе, деленные на вероятность, собственно, произведения. Вероятность того, что встретится одно событие, на вероятность того, что встретится другое событие. Что будет, если у нас эти события x, y вообще независимы? Что мы получим? Получится 0, совершенно верно, потому что у нас эта вероятность Ростовской произведения будет 1, логарифм от 1, 0. То есть если у нас события независимы, то у нас PMI будет равен 0 у них. Если они, соответственно, сильно связаны, то PMI будет большой. Таким образом, мы перебираем, соответственно, вот эти связанные все возможные разбиения, считаем для них вот такую вот вещь. Им, собственно, выбираем максимум. Вот здесь получится максимум, когда мы разделим одно слово сюда, два слова сюда. Дальше, собственно, если мы имеем два запроса, вот таким образом разделенные, в которых все части, кроме одной, одинаковые, то это означает, что вот это вот разные части могут являться переформировкой друг друга. То есть ежики с рисом рецепта, ежики с рисом приготовления. Рецепты приготовления будут являться переформировкой друг друга. Мы это можем запомнить. И теперь в новом запросе, когда у нас встречается что-то с особой рецептой, мы можем его попытаться заменить на приготовление. А как понять, удачно он там за месяц на приготовление или неудачно? А? Как понять? Вот там у нас было оборудование, которое не влезало. Может, если никто не будет пить на дисплей эти ссылки, значит, что у вас не долго? Ну, это вы, это самое. Очень долго будете ждать, пока по всем этим ссылкам будут набираться статистики. Вы также, по-принимаю, можете посмотреть, насколько, получается, связаны эти запросы. Вот насколько вообще они бывают вместе. Если такого не бывает, значит, что они не связаны. Такие слова рядом не встречаются фактически. Если встречаются, значит, более-менее что-то адекватное у вас получилось. Вот. Дальше. Опять же, перформировки нужно как-то транжировать. У вас их множество может получаться. Можете, первое, что используйте, конечно, LVR. Это, собственно, связность вот этих двух запросов. Чем более они зависимы, тем, в общем-то, лучше. Дальше можно использовать некоторые расстояния между ними. Здесь используйте расстояние между ними, которые в прошлый раз мы проходили. Можно его делать по словам. Насколько у нас много слов отличается. Не по буквам. По буквам, может быть, оно избыточно. Хотя бы по словам. Сколько у нас, в принципе, различных слов. Ну и так далее. Длина общего префикса. И, собственно, сами частоты запросов. Сами по себе. Ну и в итоге получать некоторую выдачу по перфоровкам. Проблемы здесь в основном простые. Они связаны с шумами. Шумы откуда вообще берутся? Потому что если вы все честно посчитаете, то вроде как не должно быть таких шумов. Вот у вас есть статистика, да? Вы поняли, что эти два запроса реально связаны. Чуть за шум. Вроде все честно. Откуда могут браться шумы? Может быть, пользователи ведь могут тоже заведовать бредовые запросы? Ну, ввел пользователь заведомый бредовый запрос. У вас же статистика. Вы же смотрите в среднем на всех пользователей. Ну что же у вас все пользователи будут вводить такой бред? Если все пользователи ввели такой бред, ну, знаешь, да, действительно, честная перефонировка. Речь идет о очень низкочастотных запросах. Ну, вот в этом-то и прикол, да, что совсем низкочастотку, когда у нас нет статистики вообще, связь на все не попадет. Высокая частотка, в ней все хорошо. У ней статистики полно, достаточно, и там, в общем, все будет неплохо. А такая вот средняя частотка и ближе к низкочастотке, когда у вас вот эта пара, вы же пару запросов читаете, да? Не просто один запрос, он должен встречаться там много раз. У вас пара должна встречаться много раз. А пара встречаться много раз не так часто. вот у нее будет там три сессии там 5 сессии например и насколько достоверно вот это вот статистика по пяти сессиям ну непонятно то есть она сама по себе такая маленькая поэтому она шумная поэтому за этих вот небольшого числа сессий появляются такие выбросы на всякие шумы когда мы можем ошибаться естественно вариантов разных много нам нужно фильтровать роботов для того чтобы они нам не создавали вот эти вот помехи всякие там запросы из первой страницы запросы короткие ну и так далее просто перебираем проблемы которые выявляются в ранжировании этого дела посмотрим откуда они взялись и всех выбираем но все это такие вот проблемы фактически шумами когда нашу статистику вносится какое-то неестественное неестественное поведение хорошо давайте продолжим теперь теперь поговорим про целый такой большой класс задачи которые очень сводится к тому чтобы классифицировать запрос вот у вас есть просто запрос вы должны понять вообще про что он какому классу он относится классов может быть много принципе можно классировать какие-то вообще произвольные класса такие самые такие большие и важные классы это класс например геозапросов что геозапросы 0 геозависимые запросы и так запросы по которым выдача должна зависеть собственно от регионов и должна отличаться например запрос аптеки если вы его задали в москве у вас должна быть одна выдача если вы задали где-нибудь во владивостоке у вас должна быть совершенно другая выдача хотя текст никак не отличается то есть по тексту у вас вроде как в индексе вы должны искать собственно везде одинаково или автомойка но вообще такие запросы должны искать находить понимать что здесь есть зависит регионы уже как то есть региона искать потом есть целый класс запросов навигационные запросы что 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 ну ты прямо так на частность частный случай на самом деле в общем случае на ревизионные запросы такие запросы которые когда будет пользователю он имеет ввиду конкретную страницу ли сайт на который хочет прийти то есть использовать поиск он хочет не для того чтобы найти куда информацию по запросу для того чтобы просто перейти на нужный ему документ 0 сайт это обязательно прямо вот название прямо этого сайта может быть что-то быть какой-то вот более общее более общее какое-то название да он хочет перейти в целом даут и по вконтакте лента ру там и так далее всякие такие вот вещи опять же чем они характерны такие запросы тем что таким запросам как правило нужен некий один документ на первой позиции и все учат все что там будет дальше вообще человека не интересует а вот этот первый документ можно как-то красиво показывать там со всякими внутренними ссылками там с большим красивым сниппетом и так далее естественно знать что вот этот запрос навигационным бывает часто полезно и для ранжирования для того чтобы как-то красиво вот этот документ показать дальше есть целый большой класс запросов в поиске которые хорошо бы как-то вот уметь отдельно обрабатывать вообще хотя бы знать про него это такие запросы фильмы запросы ну или запрос к вам вообще ищут видео какой-то человек хочет посмотреть что-то онлайн сериал видео там так далее соответственно если мы умеем искать по таким сайта умеем понимать что запрос про фильмы мы естественно лучше можно построить аранжирование мы можешь можем лучше уметь обрабатывать в принципе такие запросы до порно запрос собственно тоже самое целый какой-то класс такие запросов сколько там процентов потоки он занимается если нужно уметь их как-то понимать что это такие запросы и даже в первую очередь нужно уметь понимать что запрос не порно почему да совершенно верно если мы то есть по таким запросам именно не порно запросам мы не должны показывать порно контент то есть есть классификатор контента и если мы классифицируем запрос как не порно мы не должны показывать ему вот эти вот этот контент просвучать его должны выдачи а если всем как порно тогда все можно поэтому в этом смысле он важен для такой частоты выдачи дальше есть целый класс классификаторов которые позволяют понимать нужны ли здесь подмесы подмесы что такое вот есть выдача веб-выдача но есть целый набор каких-то подмесов, типа картинок, видео и так далее. Подмес картинок, по запросу цветы. Там вот показываются какие-то там картинки с цветами. Или там обои на рабочий стол. То есть это запросы, которые часто задаются именно в выдаче по картинкам. Соответственно, мы сразу результаты с выдачей по картинкам можем принести в наш наш поиск. Понять вообще, нужны картинки по этим запросам или не понять или не нужны. В общем случае довольно сложно. Даже асессор который будет оценивать, вот как ему объяснить нужна ли картинка по этому запросу или не нужна. Я вот не знаю, как придумать и объяснить. Дальше посмотрим, как вообще такие классификаторы строят. То же самое. Классификатор по видео. Есть подмес видео. Соответственно, по таким запросам на какой-то позиции. Позицию, кстати, тоже можно определить в зависимости от того, как мы классифицируем. Если там какая-то большая верность, то мы можем выше поставить. Если какая-то небольшая верность, то мы можем ниже поставить подмес. Подмес карт, соответственно. Какие-то организации, которые вводим, нужно понимать, что здесь ввели запрос по организацию, нужно показать карту, еще на вытаче в карте показать эти точки, где она находится. Какой-нибудь подмесс ответов там, да, или подмесс товаров, который там задается. Все это целый набор подмесов. Всего там подмесов несколько десятков может быть. Соответственно, чтобы их показывать, нужно понимать, что по этому запросу такой подмес вообще нужен. Поэтому вот такой целый большой класс. Существует несколько таких подходов к созданию классификатора. Когда вам приходят и говорят, что нужен классификатор такого-то класса, сразу можно в голове перебрать несколько подходов. Первый самый простой подход. Он самый простой в реализации, он дает самое плохое качество, но часто он бывает совершенно годным, его можно использовать. Классификатор построен просто на маркерах или регекспах. Мы выделяем какие-то маркеры, типа картинки. Есть слово картинки? Значит, здесь по-любому нужен подмес картинок. Логично? В принципе, да, в большинстве случаев вы правы. Есть слово смотреть, значит, здесь, скорее всего, нужно видео. Подмес видео. Ну, раз смотреть, значит, точно что-то про видео искал. Если есть слово рецепт, опять же, вариантов вроде бы мало, здесь по-любому что-то ищут про рецепты, значит, нужно подмес рецептов. Понятная логика, да? Выделяем некоторые маркеры для нашего класса, и с помощью этих маркеров просто классифицируем. Второй способ, более продвинутый, чем маркеры, это, собственно, способ, основанный на языковой статистике. Как считать языковую статистику? Мы с вами в прошлый раз проходили, когда спалчеггер проходили, да? Здесь, собственно, модель языка. В этой модели языка мы можем, собственно, запомнить для каждого слова или для нескольких слов, насколько вероятно появление данного слова в соответствующем классе. А дальше уже по формуле, там, по машинному обучению, как угодно, понять, принадлежит ли данный запрос в соответствующем классу или не принадлежит. Третий способ, такой наиболее продвинутый способ, хотя у него есть свои ограничения, это классификатор запроса с помощью анализа выдачи. Мы задаем запрос в поиск. У нас есть какие-то результаты выдачи. И мы, собственно, по этим результатам понимаем, это запрос вообще вот про тот класс, который мы хотим, или не про тот класс. Идея понятна, да? Теперь, собственно, рассмотрим плюсы и минусы. Давай. То, что нам рассказывается в этом 3-м в Европе, это окна-дотико делается, это подержать. Что-то имеется в виду. У меня хитрый вопрос, потому что я зашел на два сайта, мы уру и один, который начинается на АГ и качается на УЛ. И я говорил слово пилотка, и вообще в Google делали то, что вы говорите. А я был угрец. Ну, как тебе сказать, везде по-разному делается, да. То есть в общем случае там все такие запросы, ну там всякие малолетки там и все такое, они не должны считаться, там, каштанка, например, да, они не должны считаться порно-запросом, соответственно. Ну, это такие серые запросы, там, какие-то в итоге будут порно, какие-то, ну, будут, собственно, как не порно. Ну, а дальше можешь как бы рассказать потом на вопрос, как сделать так, чтобы порно-запросы вот такие не показывались. Нет, это как бы интересный вопрос, потому что легко написать классификатор, который определяет порно-запросы, да, хотя бы потому, что по этому запросу выдача куча порно-запросов. Ну, потому что, да, потому что фондиции просто больше. А как понять, что при этом хоть там куча порно-запросов, он не порно? Что какой-то сайт не порно? Нет, запрос, твоя пилотка, это не порно-запрос. Ну вот пока подумай, дальше, дальше в конце это рассмотрим. Значит, по маркерам. Что здесь хорошего? Простая логика, простой механизм создания этих маркеров. Недостатки. У нас низкая полнота, потому что маркеры могут иметь разные формы. Например, мы ввели в маркер картинки, а запрос ввели картиночки, там, хочу картинок, другая морфология, по другому слову формулируется. Набирать все варианты вот этих маркеров довольно проблематично. Кроме того, есть целый набор запросов, в которых этих маркеров просто не существует. Открытка на день рождения, здесь маркера, картинка никакого нет, там, фото, картинка, ничего нет. Или там просто борщ. Вроде бы там, ну, можно показать рецепт этого борща, но слова рецепт здесь нет. Поэтому с одной стороны у вас вот это полоте может быть недостаточное, с другой стороны у вас может быть недостаточная точность. Если вы ввели слово рецепт как маркер, то в запрос рецепт здорового образа жизни вы реально будете там искать какой-то подмес рецепта здорового образа жизни, да, что кажется как бредом. Или запрос, как сделать цветное фото. Опять же, запрос вроде как не про картинки, но так как вы ввели это маркер, вы будете считать этот запрос, запрос по картинке. Языковая статистика. Языковая статистика, в отличие от маркеров, которые стопроцентно, как это слово, маркер, говорит, что вот этот весь запрос, он принадлежит данному классу. Языковая статистика действует не так дискретно, она для каждого слова вводит некоторый вес. То есть у нас некоторые слова, там слово «картинка», например, с вероятностью 80% будут говорить о том, что запрос принадлежит к картинкам. Другое слово там с вероятностью 1% будет говорить, что слово принадлежит данному классу и так далее. Дальше, зная вот эту статистику по словам или зная эту статистику по биграммам, мы можем взять наш запрос и посчитать просто для него и для всего запроса, с какой вероятностью он принадлежит соответствующему классу. Как считать, опять же, в прошлый раз мы проходили, даже по простому, по разделению вероятности, с учетом сглаживания тех слов, по которым статистики у нас нет и так далее. В чем недостаток данного подхода? Во-первых, нужно иметь в качестве обучающего множества довольно хороший класс этих запросов. Если вы не можете хорошо разделить изначально вот эти множества, дать на обучение те запросы, которые явно принадлежат данному классу, то, соответственно, у вас статистика будет грязная, использовать ее будет плохо. Кроме того, множество должно быть актуальным. Статистика языка, статистика особенно вот этих соответствующих запросов, может часто меняться. Для каких-то запросов она остается неизменной довольно долго, для каких-то классов запросов она довольно часто может меняться. Поэтому, если она меняется, то либо вам нужно постоянно пересчитывать это дело, либо, опять же, у вас классификатор будет работать неправильно, довольно шумный будет. Самый прикольный подход — это анализ выдачи. Причем, как я уже сказал, здесь мы задаем запросы, смотрим на те сайты, которые поднялись. Проблема номер один, которая может возникнуть, — это то, что вам нужно как-то эти сайты разметить. Когда мы говорим про порно-запросы, порно-запросы легко понять, потому что порно-запросы тоже легко понять, они там себя не скрывают. Но как в общем случае разметить сайты? Как вы думаете? Вот как понять, например, про какие-нибудь рецепты, что вы ввели запрос, там поднялись сайты про рецепты? Как сделать тематический классификатор? Ну, как понять, что именно про рецепты? Да, про рецепты. Ну, вот что-то выскочило по произвольному запросу. Тебе нужно понять, вообще эти сайты про рецепты или не про рецепты. Если про рецепты, отлично, ты говоришь, что запрос про рецепты. Ну, дожди, вот мы там пришли к тебе, говорят, сделай классификатор рецептов. Ты такой, шокей, делаю классификатор по выдаче. Если выдача есть, если сайты, то есть. Значит, тебе нужно иметь разметку этих сайтов, да? Про рецепты или не про рецепты? На содержимом сайта можно понять рецепты или нет? О, содержимый, если вы хотите к классификатору, который обучить, на какие-нибудь кинтармы, и не есть. Да, все клево. Вот фишка такого подхода, что нам не нужно размечать сайты. Почему? Представьте себе, что у вас есть обучающее множество, есть множество запросов, которые принадлежат вашему классу. Например, множество запросов про рецепты. Есть другое множество запросов, которые не принадлежат вашему классу. Какие-то все другие запросы, да? Все, что вам нужно сделать, задать эти запросы про рецепты в поиск, запомнить распределение этих сайтов. Дальше задать запросы тех сайтов, которые поднялись. Дальше задать запросы не про рецепты, тоже запомнить распределение этих классов. Какие-то на самом деле сайты поднимаются, вам вообще все равно. Про рецепты они, там YouTube поднялся, там ВКонтакте поднялся, вот вообще неважно. Дальше, когда вам приходит произведенный запрос, вы все равно все должны понять то распределение сайтов, которое поднимается по этому запросу, к чему оно ближе, к тому распределению или к этому распределению, к распределению в одном классе или к распределению в другом классе. И все. Поэтому в этом смысле способ прикольный, что вам не нужно размещать сайты. причем смотреть вы темно может не на первые 10 сайтов да как вы можете подумать что посмотрим на 10 сайтов топ-10 выдачи вы можете смотреть там на все сайты которые поднялись 10000 в глубь сайтов по этому запросу все что поднялось вы можете собирать каким статистику поэтому этом смысле довольно такой способ стабильный потому что там в глубину сайтов там они довольно слабо меняются а десятка может меня Excellent сильно и она вообще десятка может плохо говорить плохо характеризовать запрос В десятке может не быть нужных сайтов, а там глубже, там прям целая россыпь этих сайтов. Причем вот этот вот обучающий корпус, его как раз пересобирать довольно часто не нужно. У вас меняется индекс, у вас меняется ранжирование, и конкретный запрос может вполне себе менять класс самостоятельно. Если в языковой статистике, тем более в маркерах, чтобы у вас запрос изменил свой класс, вам нужно пересчитывать эту статистику каждый раз по каким-то новым данным, то здесь у вас, если выдача поменялась таким образом, что сейчас почему-то какой-то запрос вдруг стал рецептным, новый рецепт появился с новым названием, и все начали его делать, у вас автоматически этот запрос раньше был не рецептным, он автоматически станет рецептным, потому что сайты появились похожие на те сайты, которые поднимались по рецептным запросам. Поэтому у вас классификатор такой получается основываясь на выдаче, он адаптируется фактически к тому интернету, который есть сейчас, в данный момент. Потом он опять же может пропасть. Поэтому такое постоянно результаты классификации могут меняться в зависимости от индекса. Но у этого подхода есть существенный недостаток, из-за чего он может не везде применяться. Он применяться может только тогда, когда множество запросов и тех документов, которые поднимаются, тех сайтов, которые поднимаются на данный запрос, замкнут относительно друг друга. То есть по запросам данного класса поднимаются примерно одни и те же сайты. наоборот вот эти сайты должны подниматься только по запросам у этого класса если у Собственно, что вы будете запоминать? У вас постоянно разное распределение сайтов. Тогда вы по любому запросу будете считать, что он принадлежит вашему классу. Если же у вас даже поднимается одно и то же множество сайтов, но при этом оно поднимается еще по другим каким-то запросам, которые вам не нужны, опять же такой классификатор у вас не получится. Например, классификатор подмес, где нужно показывать подмес карт. Вот как так сделать? Сделать его тяжело, потому что есть запрос, по которому нужно показывать карт, это какое-то название организации. Ввели одно название организации, поднялись совершенно одни сайты. Ввели другое название организации, автомойки какие-нибудь. У вас совершенно другие сайты. Пересечения там совершенно слабо, вам вот эта выдача, про этот класс ничего не скажет. Поэтому в этом случае анализатор выдачи вам совершенно никак не поможет. А, например, в рецептах наоборот поможет. Там у вас, как правило, поднимается одно множество сайтов, какие-то сайты про рецепты, может быть, те же ВКонтакте, социальные сети и так далее. И они, собственно, будут подниматься только по этим запросам. Отлично. Теперь, собственно, попробуем с помощью вот этих вот способов сделать, собственно, классификаторы. Примерно вот как вы рассказываете, сейчас мы допорно тоже дойдем классификаторам. Первый классификатор, который нужно сделать, это классификатор фильма запросов. То есть является ли этот запрос вообще про фильм или не про фильм? Про видео и не про видео. Первый подход по маркерам. Делаем маркеры вот этих фильмов, кинофильмов, сериалов, всякие аниме, трейлеры и все вот это. Кажется, что все они там характеризуют наш запрос как запрос про фильм. Но есть запросы без вот этих вот названий, без маркеров, да, всякие просто запросы с названием фильма. Аватар, там, Терминатор, Одноклассники. Но опять же, можно по выдаче. Сейчас до выдачи дойдем. Выдачи дойдем, пока маркеры у нас. Простой способ по маркерам. Значит, есть сложное срабатывание. Потому что вот эти всякие серии, вот номер и серия паспорта. Есть серия, но это совсем не про видео запрос, да. Летний сезон, опять же, не про видео запросы. Бобфильм, и это есть сайт такой, да, с фильмами, но сам по себе запрос не фильмовый. Навигационный запрос на этот самый сайт. Вот, поэтому вот эти запросы, они не должны быть запросами про фильмы. Они по маркерам получатся. Дальше. Что будет языковая, если у нас будет языковая модель? Можно ли к фильму запросам приобрести языковую модель? Здесь возникает проблема то, что названия фильмов, они могут быть, вообще говоря, ну, совершенно разные. Вот человек, ну, как-то режиссер называет какие-то свои фильмы, да. И сказать, что это какая-то модель языка, очень сложно. То есть, если у вас какое-то слово встречается в названии фильма, это не значит, что там запрос, в котором встречается это слово, всегда будет про этот фильм. Есть, конечно, названия фильмов такие, которые встречаются только в названии фильма, да. Ну, прям они вот какие-то характеризуют. Там, ну, не знаю, там, кто же аватар, как бы, как правило, это фильм, да, как правило. Хотя, в общем случае, тоже не факт. Но, в общем случае, боги Египта, там, как бы, боги — не только фильм, египта тоже не только фильм, да. В принципе, и боги Египта тоже далеко не только фильм. Поэтому запоминать просто вот эту статистику языковую здесь, классификатор будет работать очень плохо. Кроме того, что его нужно будет постоянно обучать, потому что постоянно выходят новые фильмы, постоянно нужно его дообучать. не с большим и вообще не отличается но считать что все пользуются тебе явно укажу что они хотят это заблуждение нет конечно что перестарался ну конечно если вы тут всегда всегда есть палатая точность если ты будешь по максимуму определять что это все твои 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 категории как будто у тебя будет низкая точность если ты будешь хотеть иметь высокую точность вот только прямо здесь только этот фильм то только тогда ты его определяешь у тебя будет низкая полнота с языковой статистикой скорее всего вас получится вот это их мера дали по точность и полнота вас получится низкая потому что в любом случае будет иметь либо низкую точность либо низкую полноту потому что вот по языковой статистике определить что вот эти слова характеризуют название фильма здесь нужно показывать фильм довольно тяжело конечно там будут слова маркеры как вы говорите там смотреть там бесплатно без смс да они будут иметь высокую вероятность фильмы вести они там они вам сколько-то 08 условно говоря будут давать вероятность да но сами сама по себе название фильма которое должно тоже вам вероятность запроса вносить что-то она непонятно что будет давать практически любое слово которое вы берете обычная есть такой фильм с этим названием то есть пробежку существительное по-любому фильм там берете слова он ну есть такой фильм он там она тоже есть такой фильма на то есть фильм с названием порно например а есть фильм есть фильм с названием фильм потому что нет в общем это это совершенно спокойно сами сети есть да поэтому ну собственно есть фильм одноклассники например поэтому вот подноклассником вполне возможно может картин и свой какой одноклассница там другой фельда поэтому для фильма запросов для фильма запрос соответственно вот это вот вариант не катит а что катит что вот классно поменяется для фильма запросов здесь как раз работает анализатор выдачи здесь как раз у нас мы можем взять наше множество фильма запросов задать их в поиск посмотреть какие там сайты поднимаются вот топ сайтов которые поднимаются таки на го какой-то онлайн мультфильм там боб фильм в собственно афиша вы можете там где-то какой-то такой топ в нашей выдаче запрос там все там про мультики да поэтому тут мультфильмы есть там вот фильм есть там есть кстати там есть вконтакте тоже там есть всякие ютюбы там все-таки на поисках конечно есть там да но мы эти сайты не размечаем то есть мы не не сказали что эти сами точно про фильм я неза прошу body и ульту множество сайтов которые как в общем то не про фильмы просто потому что них там на том же vkontakte там из Eden кино фильма карто видео с фильмами да но сам все сайты же не размечет ни когда что-то видео сайта про фильма но с какой-то вероятностью он поднимается по фильма запросы с какой-то вероятностью подним в Train по фирмозапросу ну поэтому в общем случае наверное этот сайт будет каким-то нейтральным Когда мы, условно говоря, одну вероятность будем на другую делить как-то, вот это вот ВКонтакте нам ничего не даст. Но вот эти сайты, которые поднимаются в основном только по фильмозапросам, они нам в большую вероятность прям будут вносить и будем определять соответствующие запросы, как фильмозапросы. Соответственно, вот эти все запросы «Одноклассники» или «Победа», хотя такие фильмы есть, они у нас явным образом здесь не будут никаким образом фильмозапросам, потому что по ним точно ничего не поднимается, ну или очень мало поднимается из вот этих фильмозапросов. Вот и прикольно, что такие всякие фильмы, вот Вор, да? Вот есть фильм Вор? Вот вообще фильм это не фильм? Известный, ну более-менее известный фильм. Но вот определять его как фильмозапросы или не определять? Ну скорее нет. А почему нет? Откуда ты знаешь? Ну если мы говорим о том, что выводить, какие 5 вариантов выводить человеку, то можно один, ну, по-наперски из самых популярных категорий, как раз, раз мы решили категоризовать. Ну да, и 2 вариантов. Google говорит, что фильм значит фильм. А что ты думаешь, что Google лучше? Вас знает. Ты знаешь, сколько я тебе могу привести ошибок Google, где у него выдача просто отстой вообще? И то же самое про индекс, можешь сказать, и то же самое про нас могу сказать. Какие запросы для Google? Я тебе прям могу зайти в нашу тайскую, и тебе показать, где там выиграют, условно говоря, Яндекс, Гугл, а Гугл, там Яндекс и мы там, а Гугл проигрывает вообще полностью. Не вопрос. Нет, ну вы так думаете, ну прям вот Google там идеально находит, а остальные не идеально. Ну да, конечно. Это вот что вы проходите там на этом машинном обучении. А у вас еще по поиску 2 не было, там будет куча проанжирования. Там прям узнать, как аранжироваться по Гуглу, по Яндексу. Вот, соответственно, фишка в том, что вы на этот вор смотрите, смотрите на выдачу, как человек посмотрел на выдачу Google, да? Ты посмотрел на выдачу Google, а увидел, что это фильмовый запрос. Также здесь смотришь на выдачу, если выдача вся про фильмы, значит он сейчас будет фильмом. Если по каким-то причинам у вас что-то про вора появилось, там что-то популярное, новое, не знаю, короче говоря, что-то появилась, какая-то информация про что-то другое, и она стала популярной, и люди теперь не хотят здесь фильм или меньше хотят фильма, соответственно, у вас автоматически, без переобучения даже классификатора, да, у вас автоматически запрос перестанет классифицироваться, как фильмовый. Это такое прикольное качество, что у вас постоянно интернет меняется, и у вас эти запросы начинают менять свой класс. Хотя вы для этого ничего не делаете, ничего не переобучаете, ничего там не пересобираете, ничего не перестраиваете. Ну, кроме того, что у вас индекс постоянно меняется. Здесь есть небольшая проблема, то, что множество получается не совсем замкнуто. Оно в целом замкнуто, да, то есть по фильмозапросам примерно находятся одинаковые фильмы, хотя там по всяким редким каким-то аниме, каким-то странным фильмам, казахские какие-нибудь, не аниме там, там поднимаются какие-то другие совсем сайты, да, поэтому такие запросы конечно можно пропустить здесь. Но в общем случае, по фильмам, по сериалам поднимаются примерно одни и те же сайты, одно и то же распределение имеют. С другой стороны, вот эти сайты могут подниматься не только по этим запросам. Они, например, поднимаются по запросам, связанные с навигацией. Вот эти запросы типа «Бобфильм», да, он вроде не про фильм, он именно навигационный запрос, но так как там поднимается вот этот вот сайт, который, в общем-то, очень популярный, да, по фильмозапросам, то этот запрос тоже, собственно, становится фильмозапросом. Также по всяким актерам. Там какая-то Кира Найтли, да, это вроде как просто актер, но по актерам логично поднимаются тоже сайты с фильмами, потому что там тоже есть всякие страницы с актерами, там и все такое. Поэтому в общем случае нужно об этом знать, что множество не замкнуто, и то, что мы можем вот эти вот классы, которые нам, в общем-то, не нужны тоже принимать за нас. Но тут зависит от того, что мы хотим с этим делать. Для нас, например, это не страшно, если мы начинаем вот эти запросы тоже фильмовыми. Если вы хотите что-то делать там другое, но что-то там прям точно, значит, вам нужно как-то эти дела отсекать, что от актеров там и навигацию. Окей. Теперь поговорим про классикатор подмесных картинок. Показывают картинки или не показывают картинки? Использовать будем маркеры. Самое простое, да? Вроде бы здесь маркеры-то точно уже можно использовать. Вот есть фото, что там картинки там, по-английски можно их ввести. Отлично. Есть куча запросов без маркеров. Кстати, пингвины или раскраски. Тут вообще нет маркера никакого. Кроме того, здесь куча ложных срабатываний. Поиск по фото, изготовление фото и так далее. Все обрезать фото. Здесь, собственно, само фото не нужно. А мы будем говорить, что здесь его 100% не нужны картинки. И четко вот там бред будем показывать. Что-то будем находить, что-то там будем показывать. Поэтому этот способ, опять же, для тупого классификатора, если вам нужно, можно такой способ использовать. Если вам нужно что-то более интеллектуальное, то, соответственно, переходим к следующим. К языковой статистике. Чтобы мы использовали языковую статистику, что нам нужно сделать? Нам нужно иметь два множества, в котором будут запросы про картинки. Второе, что запросы не про картинки. И посмотреть, с какой вероятностью каждое слово встречается в одном множестве и в другом множестве. В картинках здесь есть способ, как раз, работать довольно хорошо. Например, слово фото, вот там мы говорили, что он маркер является. Маркер, значит, что 100% этот запрос является про картинки. В реальности, если почитать, насколько он характеризует картиночность, это 91% здесь где-то. То есть есть где-то 10%, когда есть это слово, но на самом деле запрос не про это. Картинка вот еще чуть меньше, там 86%. Есть такие антимаркеры, когда там встречаются, там слово смотреть, например, оно там в картинках там очень редко встречается. Естественно, у него там очень низкая. Есть такие нейтральные слова, которые там, примерно одинаково встречаются и там, и там. Естественно, зная вот эти вот вероятности, теперь мы для любого запроса можем совершенно спокойно определить, принадлежит ли он этому классу или не принадлежит. Но совершенно спокойно, это, конечно, отдельный вопрос. Это вот там надо учитывать нули, да, вот эти сглаживания, как минимум, опасно делать, там можно что-то посерьезнее делать. Кроме того, можно считать статистику не по отдельным словам, а по словосочетаниям, как минимум, по словосочетанию. потому что иногда по отдельности слова они могут не говорить про картиночность ничего а вот вместе они уже говорят да вот это какой-то объекта какой-то связанный и у нас запомнить например там видите сайт 4 садника по апокалипсу эти запросы которые у нас получили что по статистике по унарной они получаются не картиночными а по бинарной статистике получается картиночные там резко отличается вероятность бинарная от унарной от произведения этих на соответственно вот имена как раз вот отдельно руслан это там отдельно там не считается же раньше тоже а вместе там это вот прям уже картиночная окей классификатор по выдаче здесь почему-то работать не будет почему картинки можно по выдаче ну чем мы возьмем выдачу в десять тысяч твачок вот если провести взять картиночный запрос ну да мы смотрим на выдачу смотрите еще раз делаем классификатор по выдаче вводится запрос мы смотрим распределение сайтов которые получились по этому запросу и говорим о это распределение сайтов говорит нам о том что запрос про картинки мы про фильмы же также делали вводим запрос на какие фильмы какие эти сайты поднялись смотрим а у нас понять и сайты которые поднимаются при фильмах запросов значит запросы про фигу почему в картинках такой не работает много сайтов совершенно верно множество правильно правильно вот выводите все эти слова картины что да там у вас множество вот этих вот запросов она такой разнообразно что там нету какого-то фиксировано множество сайтов которые будут подниматься в основном по этим запросам у вас там ну не знаю там весь интернет в общем то может быть да и вам эти сайты ничего будете характеризовать ну как-то совершенно слабый будет запрос картиночный поэтому вот это правильно говорится как множество запросов вот этих сайтов они не замкнуты у нас вот если мы зовем запрос поднимается сайта эти сайты поднимаются совершенно по различным запросам поэтому мы здесь классификатора сделать не можем ну и собственно последний ваш любимый классификатор сейчас вы как раз посмотрите как его сделать по маркерам то есть составлял какой-то языковой модель то есть вот с рядом спорным запросам какие слова очень должны быть ага и я бы анализировал страницу исключаясь не желательно хорошо значит вы за языковую статистику отлично теперь начнем с маркеров все проще то какие-то языковые статистики давайте маркер ведем если порно запроса не так хорошо это себя хартизу давайте маркер ведем значит в чем проблема даже этих маркеров очень много форм и народ вводит особенно вот этом спал чекере смотрели до запросы это будет народ кто-то смотрел короче фантазии у них там безгранична соответственно все вот эти маркеры запомните довольно тяжело дальше опять же когда у нас неточность получается когда эти эти вроде маркеры есть совершенно нормальных запросов типа вот этот вот фильм да совершенно обычный фильм или вот этот незаконный восприятие партнографии сам все порно запросам как будет это вроде как плохо дальше маркеры могут меняться например вот она раньше это был маркер на порно запрос а теперь ты не маркер на порно запрос теперь она там что-то передача ведет книжки пишет нравится дальше у нас может быть разные разные морфология вот это вафли там или вовлить естественно мы можем это дело путать если мы будем водить при гэкспом это же классный вариант вот есть запрос давайте ригэксп и здесь у нас сразу появляются такие вещи как чебурашка это значит порно запрос да 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 аэрофлот опорный прыжок это все у нас вроде как имеет какие-то неплохие плохие вот эти вот корни и они все в общем-то будут считаться а про чебурашку думал получается да фантазию вас конечно насчет что делать с порно запросами если делаем анализатор выдачи здесь как раз хороший вариант потому что опять же порно сайтов и конечно много да но как правило по порно запросу какой-то в этот множество порно сайтов поднимается это хорошо поэтому изне наоборот как бы если учет вас поднялось много порно сайтов поэтому даже не смотря то что у вас какой запрос может выглядеть как-то нормально значит он скорее все порно запрос это хорошо чем проблема проблемы как раз как вы говорите вот будь здоров правильно красот этих запросах которые там пилот к там мулатки малолетки и так далее вот все они не должны определяться как порно запроса хотя по ним 80 процентов страниц это порно порно собственно страниц на порно сайт что делать что делать классификатор по выдаче классно определяет парнографичный запроса что можно делать чтобы вот эти запросы вот перестали быть пора вырезать и выдачу смысле и чё получится не как ты поймешь смысле как ты поймешь что по запросу молотки нужно вырезать порно сайты а по запросу порно не нужно смотрите у нас анализатор по анализу выдачи у нас классно получается анализируешь запрос влияние на фон такое слово запроса слова порно нету что любите беден ну так вам вариант знать смотрите вы сделали классный классификатор который по анализу выдачи определяет вам порно что запросов и и грубо говоря перестарались то есть да вы классно прилетит там есть порно intent новом для целого класса запросов как-то нужно понять что нет нет вот как бы здесь ходить хотя есть порно но здесь есть еще не порно intent отлично что такое называется встречаемость нормальных сайтах это и есть языковая статистика здесь как раз классная комбинация работает канализатора по выдаче с одной стороны который вам находит порно intent а с другой стороны вот эти же все слова они обычные слова то соответственно вы можете по языковой статистике понимать что вот эти слова они имеют высокую встречаемость в обычном классе и обелять с помощью этого дела ну что касается полотки видно на там и в обычном классе редко встречать сейчас кому нужно просто ловко связь мы заботимся пользователя а google заставлять профилировать там постоянно везде можно стать первую картинку с путиным когда и будешь прав нормально окей хорошо смотрелись вам несколько классификаторов и как их можно реализовать хорошо так ну да здесь собственно спасибо отмечайтесь оставляйте там что там комментарии